Как превратить свой фотоаппарат в источник дохода, не бегая по свадьбам и не снимая жалких людишек? Есть целый ряд способов, о которых я вам сейчас и расскажу. Татья, если хочешь научиться создавать игры на юнити, загляни на сайт юнити 3д скул. Сейчас там действует акция ДК от Самарта. Если вы купите курс по созданию 2д платформера и вдруг поймете, что для вас это слишком тяжело, или окажется, что вам это не так уж и интересно, то вам просто вернут деньги. Помимо этого, там есть и другие курсы для совсем новичков и для уже более продвинутых, а также курсы по монетизации и публикации ваших игр в гугл плей. И тут даже есть мои курсы, намного дешевле, чем у меня. Приходите по ссылке, покупайте и учитесь в удовольствии и без всяких рисков. Ну а мы продолжаем. Начнем с выбора фотоаппарата и оборудования. На самом деле подойдет почти любой фотик дороже 10 тысяч рублей, чтобы хотя бы начать. В идеале, чтобы ваш фотоаппарат мог делать фото в 4К и вам было комфортно им пользоваться. Вовсе не обязательно иметь зеркалку или полупрофессиональный фотик. Вполне сойдет и такой агрегат. Ну а сейчас я пользуюсь Lumix J80. Предпочтение стоит отдавать не дорогому фотику, а хорошему объективу. Поэтому хорошим вариантом будет поискать их отдельно на вторичном рынке. Также желательно освоить азы съемки в ручном режиме. Это совсем не сложно, правда займет время, но повысит качество ваших фото в разы. Из оборудования вам понадобится штатив хотя бы на полтора метра высотой. Такое можно купить в пределах 2000 рублей и весьма неплохого качества. Также рекомендую обзвесить флешкой для фотика хотя бы на 64 гига, а лучше двумя. Ну теперь можно начинать. Одним из самых простых способов выйти на улицу и начать снимать все подряд. От пейзажей до отдельных объектов. Увидели красиво замученный жизнью забор? Фоткайте. Нашли спящего котика? Фоткайте. По пути попались руины? Фоткайте их все. Для чего это нужно? Сначала стоит ответить на вопрос для кого? И тогда все станет ясно. Подобные фото весьма ценятся концептарщиками и фотохудожниками. Или просто людьми, работающими в стиле мата поэтина. Это создание коллажа из множества фотографий, которые в итоге выглядят как одна целая картина или фотография. Как вы уже наверное догадались, найти хорошие и качественные наборы нужных фотографий очень сложно. Бесплатные почти не юзабельны и используются в тысячах других работ. Хорошие концептарщики зачастую имеют сотни различных библиотек фото, из которых потом собирают нечто интересное. Поэтому спрос на свежее мясо будет всегда. Чем интереснее и полезнее пак, и чем больше в нем фотографий, тем больше вы с него заработаете. В среднем я рекомендую ставить цену от 2 до 15 долларов, а выкладывать их можно на гаммроуд или артстейшн-стор. Второй способ немного сложнее и требует от вас не только фотоаппарата, но и наличия фотошопа, а также минимальные его знания. Для начала можно фотографировать различные элементы, например повреждения на стене, трещины, потеки, облезлости краски, ямы на дорогах в конце концов. Все это будет крайне полезно для лейл-дизайнеров и художникам в раскрашивающем модели. Следующим шагом будет съемка текстур. Здесь вам понадобится знание фотошопа и умение превращать фотографию в бесшовную текстуру. Либо использовать для этого специальные программы вроде Substance Designer или плагинов для фотошопа. Наконец вы можете фотографировать различную мелочевку, вроде листьев, камушков, веточек и прочих мелких деталей, которые затем будете объединять в специальные атласы. Продавать такие наборы можно на стоках вроде textures.com, гаммроуд и различных фотобанках. Еще более сложный вариант создавать наборы альфа кистей. Больше всего они нужны 3Dшникам, работающим в ZBrush и Substance Painter. С помощью таких кистей можно быстро создавать реалистичную детализацию модели и также реалистично ее красить. Более того, многие отпечатки можно использовать и в фотошопе для создания интересных и полезных кистей уже для 2D графики. Тут одного фотошопа будет мало. Желательно иметь опыт в цифровом скульптинге или хотя бы понимать как это работает. Иначе сделать качественную альфа кисть вряд ли получится. Для этих целей снимайте интересные фактуры материалов, кожу животных, людей, различные поверхности. Все, что по вашему мнению может облегчить жизнь конечному пользователю. Наборы полезных альфа кистей стоят от 2 до 20 долларов и зачастую разлетаются как горячие пирожки. Не самый очевидный способ, о котором многие забывают, но и не самый простой. Это создание панорамных изображений для скайбоксов. В дальнейшем их можно использовать в том же Unity или Unreal Engine, а можно запихнуть в программы для рендера, такие как Marmoset Toolbug или K-Shot. Впрочем, вы сможете их использовать даже в блендере, опять же для рендера или создания синематиков. В идеале иметь на свой объектив поляризационный фильтр и фильтр нейтральной плотности. Первый поможет сделать цвета неба более насыщенными и уберет большую часть нежелательных бликов и отражений. А второй выступит в роли солнцезащитных очков, позволив вам заснять больше деталей, особенно на освещенных солнцем облаках, например, во время заката. Наверняка вы уже встречались с таким понятием, как 3D-скан, когда модель создается путем фотографирования ее со всех сторон и дальнейшим объединением в специальной программе, например, Agisoft Metashape. Этот способ позволит вам создавать фотореалистичные модели, но чтобы они были действительно качественными, нужно время. Это совсем не так просто, как кажется, и по сути является самым сложным из этого списка, поэтому я и поместил ее в самый конец. К тому же для фотограмметрии вам понадобится хороший фотик или хотя бы айфон, который стоит как хороший фотик, а также в идеале иметь штатив и поворотный столик для съемки мелочевки. Съемка некоторых погодных объектов требует определенных погодных условий, а для сканирования действительно больших вещей вроде волнов или многовековых деревьев вам не обойтись без дрона. Съемка людей и животных с наличием всего лишь одного фотоаппарата – это целая проблема, поэтому даже не советую с этим заморачиваться. Более того, от вас потребуется знание пакетов 3D-моделирования и скульптинга, например, блендера или зигрыша. Тем не менее, хорошие фотосканы стоят хороших денег, а полноценные наборы, созданные таким образом, на стоках продаются очень и очень хорошо. К тому же, цены на них можно ставить совсем немаленькие. Но не думайте только о деньгах. Самое простое правило – создавайте то, чем сами с удовольствием бы пользовались. Тогда и другим людям ваш контент придется по душе. А на этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами, как всегда, был Арталаски. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok